Кейт такой огромный магазин, что вы паркуетесь на том этаже, но кто приезжает за конкретной покупкой, на том этаже паркуется, на котором находится его отдел его покупки. Вот мы, кажется, на пятый этаж забрались. Сейчас я сниму сверху. Опа! Что у нас тут? В принципе, ничего интересного. Вот эта монорельсовая дорога. Хорошо бы, что поезд пошел. Может, подождать поезды? Караулем поезд. Там тоже какой-то мощный парк, да? Мы в нем были. Мы были в нем. Были? Мы везде были уже. Почти. Едет, едет, едет. А мы в воины не пойдем? Нет, в плане воинов. Вот такой монорельс. Сами японцы, я знаю, слышала передачу, не очень его любят. Почему? Он такой вот экзотический поезд. Он едет медленно. Ну все, мы пошли в Икее. Давайте, заходим внутрь. В Икее, когда покупаешь мебель, комнату целую, обстановку, ты можешь организовать отправку за счет какой-то компании. можешь сам. Вот эту машину, например, грузовая, можно арендовать здесь и перевезти на ней все, что вам нужно. Это этаж шоу-рума. Тоже возьму такую сумочку. Я тоже взяла желтую сумку. Не думайте живы, что я отсюда выйду и ничего не прикупить. Короче, это этаж шоу-рума. Показано, как на маленьком пространстве можно полностью его использовать максимально. Молодые пары приходят и, соответственно, могут взять какую-то идею. Смотрите, детское местечко. Взять идею или полностью купить обстановку метраж-комнат, если соответствовать с их жилищем, ну и т.д. Вы сами все прекрасно понимаете. Много молодых молодоженных парк. В Японии жилье очень дорогое. Места очень мало. Поэтому вот такой вид услуг, предоставляемый, помочь людям обустроить свое жилище, мы просто не оценили. Вариант маленького балкончика. Смотрите, как будто маленькая такая верандочка. Там и цветы, и место для отдыха. Хочется после этих прекрасных обстановок жить в такой маленькой, хорошей квартирке. Обставленные из Икеи. Ребенок силы не хочет уходить. Маша его зовет, а он не идет. Мама! Ну и так далее. Я не буду снимать каждый комплекс. Я тоже хочу внимательно-внимательно посмотреть. Видите, они приходят всей семьей? Сидят, лежат на этих кроватях, диванах, сидят за столами, пробуют, удобно ли им. Вот, например, такой диван красный. Вот диван. Наверняка он раскладной. Получается за тысячи монат примерно. Вот так. Царских диванов, подушек, пуфиков. Я приземлилась на диван. Парды Павел. Нет, не смешно. Однажды я отсюда везла контейнеры. Представляете, для кухни. Это было что-то. Как удобненько. Все такое простое, но очень удобное. И легкое. Тоже вариант с балкончиком. Однокомнатная квартирка. Муж стоит. Жена делает расчеты. Класс. Муж сидит. Жена с ребенком. Муж с фотиком. Жена везет коляску. Муж с фотиком. Жена везет коляску. Муж с фотиком. Жена везет коляску. Вот это примерно папаша. Муж с фотиком. Он с ребенком. Как уютка хорошая комната. Одна комната. Тут секция отдыха. и как бы столовая. Муж с фотиком. Муж с фотиком. Смотрите, как аккуратно подсоставит. Посмотрим на меня. Давайте. Всем привет. Здесь у меня сумка для покупок. Я себе куплю складные контейнерчики. Дети тоже выбирают удобную милю для себя. А вот мой диван, на котором я сплю. Показывайте, а с вами на диване в Икее. Похоже, это магазин молодежи. Сразу после свадьбы, сразу в Икее. Балкончик. Кухонька, совмещенная с рабочей стойкой. Приготовил, поиграл, выиграл. Сварил супер. У нас нет. Пошли уже кухни. У меня уже нервы не выдержали. Я стала наполнять желтую сумку. Сумка наших молодых тоже пополняется. Вадик говорит, каждый раз я приезжаю за одной лампочкой. и в результате благополучия. На кроватях можно полежать, посмотреть, удобные ли они. Царство спален. Малыш только предлагал. Показывал все преимущества этой кровати. Ящик подвижной. И все. Но мама проехала с коляской мимо. Малыш. Вот этот. Очень акционный мальчик. Тогда может быть вот это. Кэтажные кроватки для малышей. Показываю. Мне понравилось. Сегодня я попал. Попробую. Попробую. Что-то в поколице. Много-много игрушек, мягких, мягких при мягких. Смотрите, какой домик для ребенка. Представляете, он там спит, играет. Даже такого ребенка фризничать не будет. Рабочее место. Это кроватка, видите, на верхнем этаже. А нижнем этаже домик. Птицкой комнатки тоже. ИНТРИГУЗАЦИИ Субтитры делал DimaTorzok Птицкой-птицкой-птицкой-птицкой-птицкой-птицкой-птицкой-птицкой-птицкой-птицкой. наступил момент когда нам понадобилась тележка пришли к посуде постигну линию царство органайзеров и контейнеров царство ламп искусственные цветы вы знаете что как я могла подумать что это искусственно это все живые цветы это все живые цветы все живое сейчас потрогаю живой или не живой а вот это не живой да вот это не живой это не живой я уже испугалась у него такое царство живых цветов а этот ой этот живой нет нет это не живые они так сделаны как живые это все не живые не живые цветы какие красивые как тусята точно живые это живые интересно нет не живые представляете там даже написано это все живые цветы оказывается там даже как указано как поливать их что варень 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 купил лампочку остальное все по пути это склад люди едут все номеров на пойдем на кассу на кассу очень интересная варень здесь сам пробиваешь все там аппаратик такой который пикает цену снимает ты сам все пробиваешь Лешку лег и самообслужение полное все уже отдыхают мы купили все решили отдохнуть идем на кассу а это еще не касса или что это ой это касса где-то там в недрах тележки лампочка за которой мы приехали за кем ну не маги такие у нас на деле садовая дачная мебель все выкладывают на контейнер он едет к продавщице посмотрим что дальше она будет ли упаковывать или как на этом мы заканчиваем репортаж из Икеи мы накупили кучу полезных вещей ну что что будет тяжело везти зато нас дома будут окружать милые приятные вещички мы привезем его из японской Икеи пока дам 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 зданий пока я даже не знаю все ли на сегодня до новых встреч 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 до новых встреч